всем привет вы слышите алексея халецкого и я хочу вам рассказать об игре this is the police 2 первая часть мне очень понравилась и я с нетерпением ждал вторую сразу скажу вторая часть мне тоже понравилась я вам ее рекомендую но обзор будет о том как испортить старт своего проекта безобразным отношением к балансу и сложности в своей игре но давайте обо всем по порядку кто не знаком вообще с игрой this is the police вкратце описываю его суть это симулятор полицейского участка нанизанный на оригинальный сюжет первая часть кстати была вдохновлена моби диком информации по 2 я не нашел но предположим что раз история продолжается то видимо снова тот же моби дик да кстати и нас ждет продолжение истории главного персонажа первой части игры хотя я не думаю что будут какие-то проблемы с погружением сюжет у тех кто в первую часть не играл потому что в игре постоянно происходят флешбеки так вот в чем заключается сама игра большую часть времени мы проводим на интерактивной карте городка на которой периодически возникают разные возможные преступления на которые мы отправляем своих полицейских распределяя карточки по этим преступлениям кроме того расследуем запутанные дела собирая доказательства и фотографии с места преступления опять же посылая туда ваших специалистов и иногда участвуем в тактических боях вот это последнее это нововведение во второй части игры оно вдохновлено явно фераксовским экскомом и в принципе эти тактические бои очень на экском и похожи как в чем же проблема изначальная this is the police 2 когда она появилась она казалась очень сложной и эта сложность достигалась не игровыми моментами тем что компьютерный соперник против вас как-то умно действует а тем что разработчики многие вещи просто от нас скрывали и об этом нигде нигде нельзя было прочитать и узнать внутри самой игры конечно если вы пойдете гуглить по интернету то вы это выясните но по-хорошему сложность достигалась просто незнанием игроков механики this is the police 2 это жутко раздражает в любой игре а в этой во время тактических миссий еще и бесило так например тут есть механика лояльности тоже кстати новая лояльности ваших сотрудников во первых вам нигде не показывает как вы можете потерять что вы можете сделать чтобы потерять и это происходит всегда внезапно во вторых если вы берете на тактическую миссию сотрудника который вам не лоялен то он не слушается вашего управления и бегает и делает по карте что угодно так как сейвов тут можно сказать нет точнее игра сэвится в начале дня а тактические миссии всегда происходит в конце то вам потом приходится переигрывать практически весь день потому что вот этот не слушающийся полицейский обязательно побежит на пули бандитов а если эту миссию еще и по стелсу надо пройти никак себя не выдавая то это сразу проигрыш а так как вы еще и не сразу догадываетесь как можно понять что этот сотрудник вам не лоялен то вы можете несколько раз этот день переигрывать во время самих миссий нам никак не показывает каким образом бандиты могут вас заметить откуда они вас видят откуда не видят хотя том же xcom это реализовано очень просто в начале когда игра появилась только вышла катастрофически не хватало сотрудников и нам никак не объясняли что для того чтобы нанять этих сотрудников надо тратить крышечки от жестяных банок которые нам дают за хорошее выполнение заданий и многие игроки в начале их тратили на всякие тазеры и дубинки а потом догадывались что нужно начали как можно больше сотрудников нанимать а если вы в первые дни их не наймете то потом вы просто подвалом нерешенных преступлений и убийств утоните и не сможете нормально сыграть казалось бы как решить эту проблему выпустите патч с большим количеством подсказок прямо вот для тупых это делает то то это делает то то но разработчики решили просто упростить свою игру сразу в начале насыпать больше полицейских больше крышечек чтобы больше опыта давалось чтоб прохождение оказалось легче это по моему неверное решение правильнее объяснять игроку механики чтобы он сам мог находить свою тактику сам мог решать проблемы возникающие на экране они использовать более легкое прохождение тем не менее критики немножко подуспокоились хотя тактические миссии по моему все-таки остались немного раздражающими вот недавно я вам в стриме показывал хотя бы феникс point тоже такая пикс кома подобная тактическая пошаговая игра и там много информации о том что вы делаете во время хода в this is the police 2 вам придется на своих ошибках учиться или лучше почитайте конди гайд в интернете который объяснит как лучше действовать во время таких миссий какой обзор у ваших соперниках откуда вас видно откуда не видно как вы можете вызвать тревогу почему разработчикам не добавить в это в игру мне совершенно непонятно еще один важный момент который должны понимать я считаю что this is the police 2 как и первая часть это проект на одно прохождение вряд ли вам захочется перепроходить его я ну я понимаю что будут будут такие люди которые любят перепроходить но здесь история которая рассказывается и второй раз она не будет ничем отличаться от первого хотя это самая история сюжет это самое главное главное изюминка this is the police 2 как и первой части я видел негативные обзоры на стиме где люди возмущались большим обилием бессмысленных по их мнению диалогов что в общем-то повторяет судьбу моби дико герман мелвилл написал моби дико в 1851 году и был не понят и не принят современниками и только в двадцатые годы прошлого века то есть через 70 лет после публикации произошло переоткрытие моби дико потому что он проникнут многослойным символизмом и библейской образностью и когда вы видите на экране this is the police 2 диалог который как вам кажется не пришей кобыли хвост то это просто иносказательная сцена того что происходит в этом городке например мне сразу вспоминается разговор двух полицейских по минут на пять о том как плесень расползается по потолку полицейского участка тут я хочу отметить что игра создана белорусами а главный двигатель всего этого проекта илья янович бывший игровой журналист по моему для игромании писал и качество текста в игре отличное как и диалогов как и сюжета в принципе и игровой процесс был бы достаточен если бы не проблемы вот этого незнания механик кроме того есть проблемы с балансом потому что прокачивая ваших полицейских вы им даете улучшаете их характеристики это дает некоторые перки но поиграв вы понимаете что некоторые характеристики нафиг не нужны например сила некоторые перки вы просто перестаете использовать и со временем развитие ваших полицейских идет по одной накатанной колее то есть вроде как и есть разнообразие вот вы развиваете ваших подопечных а с другой стороны она сделана для галочки потому что по-хорошему можно было обойтись обычным выдаванием уровней и за каждый уровень необходимый перк и было бы три-четыре на игру и они бы в тактических миссиях постоянно использовались еще появилось снаряжение которое вы можете своим сотрудникам выдавать там всякие дубинки тазеры газовые баллончики но тоже через некоторое время вот этот микроменеджмент раздавания решения вашим сотрудникам начинает утомлять дав в начале каждого дня вы должны снаряжение раздать можно нажать чтобы они взяли все сами автоматически но тогда при выезде на тактическое задание вы можете получить большие проблемы если отправили полицейских которые у которых нету ни дубинок не газовых баллончиков а миссию надо пройти не стреляя и никого не убивая в общем взыске за полис 2 есть много странных дизайнерских решений которые вроде как должны были игру упростить но больше раздражают игрока чем делает игру сложнее тем не менее повторюсь игру я рекомендую мне интересно было наблюдать за сюжетом интересно было проходить в итоге тактические миссии когда я разобрался как там что работает но к сожалению по сравнению с первой частью 2 оказалось более раздражающий что конечно компьютерную игру совсем не красит в общем то я показывал игровой процесс во время моих стримов ссылка на них появляется верхнем правом углу сейчас либо есть в описании к этому видео можете оценить насколько вам понравится такая игра ну а на этом все ваши впечатления жду как всегда в комментариях всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока